Ну и вот здесь я хочу вам дать один рецепт очистки нашего кишечника для того, чтобы помочь нашему элев-8. Вы скажете клизмы, ну клизмы, может быть это и неплохо, они выпывают, конечно, нашу микрофлору, но в любом случае это эффективный метод. Но не каждый может делать клизмы. И поэтому я вам дам один рецепт, который очищает кишечник без клизм. Для этого вам нужно будет за 1-2 часа выпить 10-12 стаканов подсоленой воды. Кому это интересно, можете записать этот рецепт. Готовим заранее воду. Берем 3 литра кипяченой воды, подогреваем ее до 40 градусов и добавляем в нее, в эти 3 литра, 5 чайных ложек с горкой морской соли. Размешиваем и проверяем. Если соли мало, ну вот совсем малосольные, можно еще ложечку добавить, если вода вот недостаточно соленая. Соль играет здесь главную роль, именно от нее зависит главный эффект, так как соленая вода не всасывается в кровь. Понимаете, почему нужна соленая вода? А наоборот, она высасывает жидкость из стенок кишечника, вытягивая вместе с тем все вредные вещества. И вот проводить такую очистку необходимо утром, желательно до 9 утра, можно с 5 прямо утра, но не позже 9 утра. В самом начале выпивает сразу 2 стакана этой подсоленой воды и ждут, пока жидкость дойдет до кишечника. Освобождаем первую порцию, да. Соленую воду надо пить стакан за стаканом, пока вода не начнет выходить такая чистая, как в стакане. Вот это и пройдет полная очистка организма. Ну, здесь можно делать прокшалану вместе с этой выпитой водой. Если наберете в интернете прокшалану, там будут движения, которые необходимо вам делать. Но даже если вы не будете делать эту прокшалану, в любом случае эти 10 стаканов подсоленной воды вымоют ваш кишечник. И вот такую процедуру проводят не один раз. Ее проводят 3-5 раз перерывами в 1-2 дня. Но зато она проводится всего один раз в год. Поэтому, кому это интересно, очищайте свой кишечник, а дальше начинайте пользоваться нашим ИЛЕФ-8. Ну, даже вместе с ИЛЕФ-8 вы можете проводить эту очистку. Ну, хочу сказать, что противопоказаниями к такой процедуре являются язва желудка, дизентерия, понос, острый колит, аппендицит и рак кишечника. Если что-то из этого у вас и есть, или у ваших близких, которым вы будете рекомендовать эту процедуру, ни в коем случае этого делать нельзя. Такая процедура еще может привести к обезвоживанию организма. Поэтому после очищения, как мы вот провели, очистили все эти 10 стаканов, выпили, выпиваем 2 стакана теплой воды с лимоном. Прямо в эту воду выжимаем, разделили лимон на половинки, полу лимона в один стакан, полу лимона в другой стакан сок выжимаем. И выпиваем такую воду. И сейчас мне хотелось сказать еще о некоторых проблемах. Что такое атония кишечника? Это болезнь, которую называют вялым кишечником. Когда кишечник просто не хочет переваривать активно ту пищу, которую вы потребляете. Вот в этом случае необходимо перейти на нормальную пищу. Что это такое? Как я вам уже сказала, это овощи, фрукты, зерновые. Они содержат большое количество клетчатки. А также можно пить, не можно, а нужно пить больше воды. Чтобы заставить кишечник работать, можно регулярно есть свеклу, фасоль, тыкву. А также делать физические упражнения. И одно из таких упражнений я вам сейчас скажу, что делаем при атонии кишечника. Это очень просто. Ложимся на спину, подтягиваем ноги к себе и пальцем надавливаем себе на пупок. Давим так, чтобы появилась пульсация. И вот в таком состоянии, как появилась пульсация, необходимо пролежать 15 минут. И следует эту процедуру проводить в течение месяца. Это очень хорошо запускает кишечник и убирает атонию. И еще я хочу вам дать один рецепт, который тоже поможет вам избавиться от атонии. Это четверть тыквы очищается от кожуры, нарезается кубиками, чистится одна луковица, режется и добавляется в тыкву. Все это следует тушить на сковородке с добавлением растительного масла. И отдельно отваривается один стакан фасоли. Как только в сковороде тыква стала мягкой, туда добавляется фасоль. Все это перемешивается. Необходимо подождать минут 5. Можно после этого добавить там соль, перец по вкусу и использовать различные приправы. Все приправы у нас являются антипаразитаркой. Поэтому приправами пользуйтесь. Ну, обязательно откажитесь от белого хлеба. Теперь для вас существуют только темные сорта и желательно бездрожжевые. И вспомните о пользе круп. Ешьте гречку, рис, пшено, салаты. И когда вам лень утром вставать с постели, делайте массаж живота. Крутите его руками по часовой и против часовой стрелки по 30 раз. Таким образом вы разбудите свой живот и дадите ему понять, что пора освободиться. Чтобы нормализовать микрофлору в кишечнике, нужно употреблять пищу каждый день по одной дольке чеснока. Если вы будете каждый день на ночь съедать по дольке чеснока, у вас микрофлора будет восстанавливаться. Но эту дольку чеснока не надо жевать. Мы ее режем мелко-мелко, ложим на язык и запиваем. Лучше, конечно, запивать сливовым соком. Я вам дам еще один рецепт антипаразитарки. Секундочку.